давайте посвятим урок миру излечения больных и раненых не всякого сомнения души и тела и так далее скорее всего я в оху вот я сегодня как раз разговаривал с некой старушкой мы обзваниваем их там которые на Украине старушка в Одессе говорит я совершенно одна и мне страшно я не знаю что делать пригласите ко мне кого-нибудь и ощущаешь полное такое бессилие то есть ты такой координатор который что-то поясняет, передает но сделать реально ничего не может вот в общем это конечно тяжело потом все из таких бесед но подождите, есть же в Одессе какие-то люди есть, есть нет, есть, ну просто вот ну да, да, Дим, я понял да, крик души да, конечно у меня одна из френдов в Фейсбуке в Одессе все время пишет как они там но в Одессе я вам скажу все-таки у них не сравните с другими местами их почти не бомбят да, это правильно и в общем видимо он решил не идти на Одессу этого мы не знаем ну, пока пока так кажется там и у них ну, они надеются на то что они подготовились к этому хорошо танки не правят я не знаю то есть во всяком случае у них падам у нас фурим слиха ну хорошо давайте начнем начнем в чем-то это как бы поскольку речь идет об омане хотя Путин как известно славится своим вроде как хорошим отношением к евреям но это все вопрос чистой пользы в других условиях и при другим были бы у него другие соображения он с тем же удовольствием бы евреев резал ну ладно это к слову значит мы сегодня говорим про книгу Эстер и я начну пожалуй с того что книга Эстер казалось бы на первый взгляд самая историческая с современной точки зрения произведения из всех произведений Танаха почему потому что это единственная книга в которой ни разу не упомянуто открытым образом вмешательство Бога в происходящие события да и это как бы делает эту книгу на первый взгляд таким наиболее что называется объективным повествованием с другой стороны если посмотреть опять же на эту книгу общим взглядом то мы внезапно убеждаемся что единственные исторические реалии которые с некоторым с некоторой долей вероятности можно верифицировать это всего два названия это столица Сузы Шушан которая действительно была некоторое количество времени столицей Ахаменидов династии Ахаменидов и Махашверош который правда идентифицируется по-разному кто-то пытается отчислить его с Серксом Великим а кто-то с Артаксиахском Первым вот и в общем как бы на самом деле когда происходят описываемые события при каком из персидских царей довольно трудно определить вот что касается всего остального описанного в книге то это вообще не поддается какой бы то ни было верификации и более того вызывает у многих историков обоснованные сомнения поскольку мы знаем о том что как раз Ахамениды как правило славились своей религиозной веротерпимостью и гонений старались не устраивать на какие бы то ни было народы живущие на территории Персидской империи за их религиозные убеждения скажем просто для сравнения во времена сосанидов гораздо позднее уже в начале средних веков ситуация была совершенно иной и там действительно религиозные гонения устраивались не только на евреев но и на христиан вот то что описано в книге эстеры выглядит довольно странным да и опять же нет никакого внешнего источника который каким бы то ни было образом пролил бы свет на описываем там события я на самом деле не буду сейчас заниматься этим спекулятивным вопросом история в книге эстер поскольку действительно такая довольно тупиковая ситуация можно выдвигать массу гипотез просто для примера или для курьеза скажу что есть исследователи которые считают что вся линия Амана книги эстер это вторичная линия которая пришла уже из эллинистической эпохи но это я говорю в общем такие недоказуемые спекуляции то чем я как раз хотел бы сегодня позаниматься я не готовил никаких файлов а интересующимся если таковые будут смогу всегда послать две своих статьи которые вышли помимо прочего и по-русски в разных печатных изданиях на те темы которые я сейчас представлю и взгляд он будет как раз таки не столько исторический сколько литературный попытка понять что же такое для еврейского религиозного сознания книга эстер и каковы взаимоотношения книги эстер с текстами которые ей предшествовали и с текстами которые ей последовали значит начнем с тех которые предшествовали их на самом деле совсем немало но мы сосредоточимся на одном единственном потому что это действительно связано напрямую с событиями Пурима с текстом который мы уже обсуждали а именно с рассказом о том как царь Шауль воевал с Амалехом значит на первый взгляд казалось бы никакой связи между событиями изложенными книги эстер и этим рассказом нет книга эстер происходит о событиях происходящих как мы сказали в персидскую эпоху в персидской империи но вот что интересно достаточно давно а именно еще со времен Иосифа Флавия было выдвинуто утверждение что Амен является потомком царя Агага которого не убил царь Шауль и потом убил пророк Шмуэль теперь понятно что это такая экзогетическая традиция которая потом очень сильно развилась у мудрецов основывается на звуковом сходстве между именем Агага и аттестацией Амана Аман Хаагаги значит следующий ход конечно делает как бы следующий ход настроен на то чтобы объяснить каким образом Аман является потомком Агага и в этой связи сам Флавий ничего не говорит а мудрецы как известно рассказывают об этом различного рода митраши и в частности говорят о том что из-за того что Шауль пощадил тогда Агага так случилось что его жене Агага дали навестить своего мужа перед тем как Шмуэль его убил и в результате родился ребенок род Агага не прервался и в конечном счете от него произошел Аман теперь это как бы мидраж и я задаю сейчас вопросом о самом деле если посмотреть на книгу Эстер есть ли что-то что приводит к мысли о некоторой корреляции между рассказом о войне Шауля с Амалеком и событиями рассказанными в книге Эстер помимо вот этого Амана Агаги что мы здесь находим во-первых мы находим генеалогию Мурдыхая и вот эта генеалогия Мурдыхая весьма любопытна когда нам его представляют то говорят о том что в его роду есть некто Шим-И и есть некто Киш и что он из колена Бен-Ямина Бен-Ямини теперь оба этих имени и Киш и Шим-И присутствуют в книге Шмуэля оба являются не в такой последовательности как в книге Эстер но оба являются непосредственными представителями дома Шауля Киш согласно книге Шмуэля это отец царя Шауля Ашим-И это один из представителей царского дома который впоследствии когда сын Давида в Шалом поднимает против отца мятеж этот Шим-И проклинает Давида называя его убийцей уничтожившим царский дом Шауля то есть вот к этому Амана Агаги прибавляется как бы дополнительная деталь деталь связанная с тем что Имор-Дыхай получается каким-то образом имплицитно скрыто связан с образом Шауля и поэтому можно в качестве рабочей гипотезы допустить что автор книги Эстер кто бы он ни был при том что Агаг имя Аман это имена персидские и ламские тем не менее он мог сам как бы видеть в этом некоторую аналогию ситуации с войной Шауля с Агагом но этого конечно недостаточно есть еще один момент на который я хотел бы обратить ваше внимание а именно на то что когда рассказывается о о мести еврея своим врагам то три раза подчеркивается что евреи не простирают руки своей на трофей на грабеж и это непосредственным образом корреспондирует с обвинением которое брошено Шаулю что он как бы вопреки приказу бога с Агагом действительно чувствовали мудрецы они это как бы озвучили в медрашах что то что не сделал Шауль то делает Мурдыхай более того к этому еще можно добавить одну деталь если Шауль пощадил главу своих врагов Агага то Мурдыхай Мурдыхай истер как некое единое целое они добиваются того что не только сам Аман гибнет но гибнут и его и все его сыновья то есть род Амана пресекается и можно в этом действительно увидеть некую попытку скрытой аналогии контрастной аналогии по отношению к рассказу о войне Шауля Самалека это один момент на который я хотел бы обратить ваше внимание в связи с этой войной теперь я хотел бы перейти к другому моменту тоже на мой взгляд весьма существенному а именно вот к чему все это конечно определенные предположения но мы постараемся их обосновать значит есть некоторая некоторый разрыв между тем как описывается Амалек в Танахи и тем как он описывается в Медрашах у Мудрецов значит и до Мудрецов опять же на самом деле у Флавия тоже что мы видим собственно говоря в Танахи мы видим две истории точнее один рассказ мы его вспоминали в свое время о том как Амалек атаковал Израиль во время выхода из Египта и там были задействована двойная структура войны значит как собственно военная Иошуа бен Нун воюет с Амалеком так и так сказать такая магическая структура связанная с руками Муше которые надо было поддерживать чтобы Израиль победил и значит как бы кончается все тем что Бог клянется что у него будет вечная война с Амалеком и непонятно на самом деле до конца почему именно с Амалеком поскольку в конце концов Амалек не единственный народ который воюет с Израилем когда тот выходит из Египта теперь второй текст пытается видимо уже как-то объяснить дать свое попытку своего объяснения тому что же такое сделал Амалек этот текст находится в книге Дворим и он читался как раз непосредственно в Шаббат Захора Ташера Салеха Амалек помни что сделал тебе Амалек где говорится о том что Амалек не просто напал на Израиль а он воспользовавшись усталостью Израиля напал на слабых это не совсем понятный с точки зрения семантический оборот но в целом как бы обычно принято его интерпретировать таким образом что Амалек уничтожал слабых напал сзади на слабых то есть в современной терминологии совершал военные преступления то что как раз сейчас чему мы сейчас являемся свидетелями во время войны развязанной Путиным против Украины значит это некоторая попытка так по крайней мере я это вижу объяснить в чем же собственно говоря заключается провинность Амалека однако и эта попытка как бы еще не превращает Амалека в некое исчадие ада некоторый символ зла который как бы ну потом уже в нашу эпоху отчасти под пером Рава Йосеводова Соловейчика превращается вообще в некий аэтнический символ да вот как бы если я не ошибаюсь Рав Соловейчик был первым кто назвал нацистов Амалеком Гитлера Амалеком и как бы вот тем самым снял вообще какие бы то не было этнические рамки это тот кто ненавидит евреев из текста вторы совершенно не очевидно что Амалек действительно ненавидит евреев из книги Шмуэля это тоже на самом деле не очевидно более того надо сказать что рассказ книги Шмуэля выглядит довольно каннибальски в конце концов как бы не был виноват Амалек перед Израилем отдать приказ уничтожить всех поголовно женщин детей всех стариков никого не пощадить этот приказ был в общем весьма и весьма с этической точки зрения проблематичным и не только с нашей сегодняшней точки зрения но и например с точки зрения мудрецов поскольку мы знаем что в Талмуде в трактате Йома в Вавилонском Талмуде приводится такой отрывок где Шауль обращается к Богу с этической претензией и говорит если люди согрешили то скотина то в чем согрешила если там воины согрешили то дети в чем согрешили там ответ дается такой довольно обтекаемый и мало приемлемый цитируется стих из книги Коэля не будь слишком праведным тебе говорят иди исполняй приказ но это как бы рассуждение от Алмуда во всяком случае рассказ книги Шмуэля о войне о Шауле с Амалеком не только не вносит какую-то ясность в ситуацию с Амалеком но наоборот еще больше это все запутывает потому что в этой ситуации скорее Израиль выглядит уже весьма непривлекательно теперь я сейчас зачитаю вам буквально несколько мидрашей связанных с Амалеком которые мы находим в литературе мудрецов значит вот во-первых Амалек называется ненавистником Израиля вот и более того его название это Амалек трактуется весьма таким жутковатым образом Амши Балалок народ который пришел высасывать кровь Израиля так это понимается Амши Балалок Амалек теперь рассказывается про него например такие вещи что Амалек появляется всегда когда Израиль грешит и сомневается в Боге да это кстати говоря видимо основано на альтернативном понимании стиха из книги Дворим в котором говорится что по поводу Израиля когда Амалек на него напал значит не очень как бы есть два комментария ты устал и замучен и не боялся Бога кто не боялся Бога согласно одному комментарию Амалек не побоялся Бога но согласно другому комментарию Израиль усомнился в Боге и поэтому Амалек появился и напал на него вот теперь говорится что Амалек в одном из Митрашей выкрадывает души израильтян у их небесного отца из-под облаков славы и убивает пленников мало того Амалек не просто убивает израильтян но богохульствует издеваясь над их делами делами говорится так что делали амалекитяне они отрезали у израильтян как бы делали им своего рода обрезание и бросали это вверх говоря при этом обращаясь к Богу ты это избрал возьми себе избранное тобой по поводу внезапного нападения на израиль рассказывается такая притча на что это похоже на ванну наполненную кипятком в которую не решалось залезть ни одно живое существо пришел один негодяй и прыгнул в нее хотя и обжегся но проложил дорогу другим так и здесь когда израиль вышел из египта и святой благословен он рассек перед ними море и утопил там египтян страх напал на все народы как сказано тогда устрашились князья и дома но вот пришел Амалек и напал на израиль хотя и был наказан за это сполна все-таки показал народам мира что с израилем можно воевать в другом Митраши сказано так все то время что семья Амалека существует в мире ни имя Божье ни престол Божий не могут обрести полноту когда же семья Амалека будет уничтожено имя Божье и престол Божий обретут полноту теперь более поздние Митраши связывают вот эту совершенно иррациональную ненависть Амалека к Израилю к его богу с тем что Амалек согласно книге Берешит является внуком Исава от одной из наложниц и значит этот и как бы согласно Митрашу Исав перед смертью завещает завещает Амалеку ненавидеть Якова отомстить его и убить его значит таким образом получается что Амалек превращается действительно в символ зла такого заклятого врага Израиля который мечтает только об одном об уничтожении Израиля и о бунте против Бога теперь при этом я хотел бы еще одну одну деталь обратить внимание перед тем как вернуться к книге Эстер что как бы есть такая идея в ряде библейских текстов в псалмах в основном в псалмах что народы замышляют против Израиля что-то чтобы его уничтожить и в некоторых из этих псалмов эти народы перечисляются среди них появляется Ямалек вот например 83 псалом там говорится так сговорились единодушно заключили против тебя союз селения и домовые и шмельтяне муав и агаряне гевал и аммон и амалек филистимляне с жителями цора я шур пристал с ним к ним да вот амалек появляется среди этого списка он не первый и вовсе не представлен здесь как ультимативный брат но вот интересно что уже Иосиф Клавий когда он пересказывает в иудейской войне эпизоды о том как амалек напал на Израиль он добавляет такую деталь которой в Торе нет рассказывает он так так как молва о евреях успела распространиться уже далеко и о них много говорили то жителей страны обуял немалый страх и обменявшись друг с другом сведениями они решили оказать евреям сопротивление и совершенно уничтожить их особенно усердно к этому побуждали жители Гавалиты и коммунисты Аравии носившие название амалекитян самые воинственные из тамошних племен они достигли того что было решено идти войной на евреях в самом деле такая же традиция отражена и в в медраше в в медраше Михиль Тадраби Ишмаэль ранний это наический медраж там говорится так амалек собрал все народы мира и сказал им помогите мне одолеть Израиль они ответили мы не сможем устоять перед ними ведь даже фараон не смог устоять перед ними и утопил его святой благословел на Тростниковом море как же мы сможем устоять перед ними сказал им амалек я научу вас как себя вести если они меня победят бегите если же нет приходите и помогите мне вот как бы получается что амалек и у Флавия и у мудрецов эпохи Мишны стоит во главе такого всемирного антисионистского заговора значит и я задаю сейчас вопросом следующий до сих пор я как бы передавал вам некоторые факты а сейчас я представлю свою модель которая конечно уязвима и в чем-то спекулятивна но я ее вам все-таки представлю на ваш суд значит модель состоит в следующем предположим что автор книги Эстер действительно пытался реконструировать историю войны Шауля Самалека мы видели что есть текстуальные зацепки которые нас к этому ведут если это так то что он добавил к этому к этому сюжету помимо того что создал вот такую контрастную аналогию между Мордыхаем Мишаулем Мордыхай добивается смерти Амана его детей Мордыхай как бы евреи не берут трофей что кроме этого добавлено добавлена одна очень существенная деталь которая возможно продолжает традицию книги Дворим в попытке объяснить в чем же был виноват Олег перед Израилем а деталь собственно говоря такая ненависть которую испытывает Аман по отношению к Израилю и желание Амана Израиль уничтожить значит эта ненависть носит в своей основе скажем так религиозно-политический характер Мордыхай как мы помним не готов поклониться Аману и Аман переносит ненависть Мордыхаю на весь народ которым он видит народ отдельный который не желает выполнять законы царя у которого отдельные законы не похожие на других и он отдает приказ с ведомых и согласия Ахашвироша уничтожить Израиль что получается получается что месть которую Израиль обрушивает на Амалека в конце книги есть не что иное как превентивный удар как ответ мы знаем о том что уже мудрецы Талмуда были обеспокоены этим описанием книги Истер который изображает кровавую месть евреев своим врагам и вкладывают в уста Истер такую просьбу она находится в павелонском Талмуде в трактате Мигела Установите меня в поколениях как будто бы у мудрецов Установите видимо мой праздник в поколениях канонизируйте мою книгу на что они отвечают Ты пробуждаешь среди народов мира против нас зависть ненависть и поэтому они как бы не хотят этого делать хотя дальше там по обсуждению получается что как бы постфактум все равно уже ничего с этим не сделаешь Пурим праздник Пурим установлен книга Истер канонизирована но в общем есть некоторое действительно такое вот ощущение чего-то опасного не зря такой деятель как Мартин Лютер писал что единственная библейская книга которая вызывает у него отвращение и ненависть это книга Истер как евреи посмели встать на свою защиту еще с оружием в руках вот но если мы посмотрим на саму книгу Истер как бы общим таким взглядом то получается что ситуация книги Истер это ситуация шестидневной войны значит есть враги которые хотят евреев уничтожить уже как бы срок назначен это ловушка из которой нет выхода и в последний момент удается из этой ловушки выскочить и нанести превентивный удар теперь этот превентивный удар и вообще как бы вся эта ситуация так я ее описал как она может как это может быть объяснено в свете действительно возможной повторяю предполагаемой связи между историей книги Истер и историей войны Шауля Самалеком она может быть объяснена апологетически то есть автор книги Истер искал причину по которой Бог отдал приказ уничтожить поголовну всех амалекитян за что история это никак не следует из книги Шауля это никак не следует за что почему надо уничтожать всех амалекитян и вот он дает ответ в рамках этой повторяю предлагаемой модели он дает ответ Бог дал такой приказ потому что амалек хочет уничтожить Израиль то что делает Аман в истории книги Истер это на самом деле есть не что иное как повторение того нападения амалекитян на Израиль которое произошло во время исхода из Египта то что не было проговорено в Торе и в книге Шмуэля вот я теперь автор книги Истер вам проговариваю вот за что отдан такой приказ потому что нет другого выхода потому что иначе амалек уничтожит Израиль поэтому надо защищаться и уничтожать амалека то есть иными словами это некоторая этическая апологетика желание найти удовлетворительную причину такой вот заповеди стереть память об амалеке из поднебесной если эта модель имеет право на существование то есть если она как бы по крайней мере внутренне самодостаточна то тогда тогда можно сказать что книга Истер является промежуточным соединительным звеном между предыдущими библейскими текстами которые соотносятся с сюжетом амалека и теми текстами которые начинают свое существование с Иосифа Флавия и находит полное выражение в традиции мудрецов Медраша и Талмуда изображая амалека как действительно лютого врага Израиля ищадья ада врага бога и так далее значит в этой связи в этой связи можно действительно задаться дополнительным вопросом по поводу книги Эстер который всячески зондируется и обсуждается почему в самом деле почему в самом деле автор книги Эстер не упоминает бога значит бог ни разу не упоминается можно конечно пойти легким путем которым идут некоторые исследователи говоря что книга Эстера возникла из абсолютно такого вот ну говоря сегодняшними терминами советского произведения которое потом было как бы интерпретировано соответствующим образом надо сказать что вот это отсутствие соотнесенности с божественным присутствием очень волновало с древних времен интерпретаторов книги Эстер и уже в септуагенте в греческом переводе появляются всякие добавки в рамках которых бог вполне взаимо присутствует персонажи обращаются к нему и молятся и Эстер и Мордехай видят вещи и сны как бы потом это все еще больше развилось в традиции арамейских торгумов у мудрецов Талмуда Флавий как бы идет по истории септуагенты и ну вот сама книга Эстер бога не упоминает и возникает вопрос можно ли это объяснить как-то иначе не так позитивистски грубо и не сказать просто ну вот книга изначально не предполагала его присутствие можно попытаться объяснить это иначе мудрецы как известно говорят о скрытом чуде о скрытом присутствии бога о том что чудеса бывают явные бывают скрытые значит я не исключаю что вот эта тактика умолчания тактика умолчания она связана с тем возможно что автор книги эстер не считал себя полностью вправе от имени бога говорить а мы знаем такого рода такого рода вещи известны нам из литературы второго храма например есть тексты которых избегают использовать слово пророк потому что предполагают что эпоха классического пророчества закончилась и люди которые могут претендовать на эту пророческую миссию которые казалось бы изображаются как пророки тем не менее таким словом не называются есть некоторое ощущение дистанции и в случае книги эстер возможно можно по крайней мере предположить нечто подобное что автор книги эстер сознательно скрывает бога за кадром не чувствуя себя вправе рассказывать эту историю так как она рассказывается как подобного рода истории о чудесах рассказывается в классических источниках и что как бы он намекает на бога намекает создает такую структуру сюжета который как бы все наводит на мысль о том что эти события направлены свыше но прямо этого не говорит не говоря уже о том последнее что я скажу в этой связи не говоря уже о том что действительно не исключено что вот эта эпоха пост пророчества воспринимается как эпоха как мудрецы говорят сокрытие божественного лица и возможно что наш автор хочет сказать что и в эту эпоху в эпоху когда сокрыто божественное лицо чудеса еще случаются чудеса возможны причем чудеса в чем-то даже превосходящие чудеса явные в конце концов если мы сопоставим чудо произошедшее книги эстер допустим с чудом исхода из Египта а есть книги эстер всякие намеки рассеянные на связь между этими событиями то можно даже как говорится если бы это не было написано нельзя было бы этого сказать но в самом деле во время исхода из Египта евреям не грозила неминуемая гибель максимум ему грозило новое порабощение или продолжение старого рабства если бы они не смогли выйти кроме того чем кончается исход из Египта тем что страх напал на окрестные народы книги эстер тоже страх нападает на окрестные народы но этим дело не заканчивается народы империи появляется такое слово которое очень редко в Танахе где больше не встречается митьягадим народы империи принимают иудейство становятся иудействующими то есть процесс идет гораздо дальше они становятся своего рода герим присоединяются к народу Израиля то есть это скрытое чудо оказывается еще более мощным чем явное чудо исхода из Египта значит подытоживая этот виток наших рассуждений я как бы хочу сказать что в каком-то смысле здесь такое литературное зазеркалье значит вот зеркальное отражение создание различного рода аналогий допускает автор книги Истер по отношению к своим древним источникам я только некоторые упомяну в данном случае два естественно рассказ о Шауле и Агаге и рассказы об исходе но есть еще несколько книга Истер вся пропитана насквозь интертекстуальными перекличками аллюзиями на разные сюжеты в том числе на сюжет Геосифа и его братьев книги Герешит вот очень много вот и это как бы в чем-то снимает может быть даже остроту вопроса об историчности этой книги была ли она исторична или не была есть ли историческое зерно в том что там рассказывается или нет это как бы некоторое порождение предыдущих текстов на которых вырастает книга Истер и я скажу более того при том что эта книга не вошла в пророческий корпус и по сути своей не претендует на то чтобы быть книгой пророческой как мы сказали но в чем-то из всех книг Танаха это самое пророческое произведение потому что то что казалось абсолютно немыслимым в те времена что такое может произойти вообще попытка повсеместного уничтожения евреев как мы знаем реализовалась как бы исполнилась эта попытка слава богу не удавшаяся до конца реальной истории еврейского народа попытки делались на протяжении ряда поколений а в последнем поколении как мы знаем эти попытки эта попытка достигла апогея вот здесь я поставлю первую точку в нашем обсуждении передам тем кто хочет задать вопросы или что-то сказать коротко можно сказать потому что у вас еще есть небольшое добавление о том как отреагировали на книгу эстер более поздние тексты пожалуйста да можно вопрос да пожалуйста вы сказали процитировав медраж что семя Амалика должно быть искоренено но как его идентифицировать сегодня да как его сегодня идентифицировать да никак когда медраж говорит что семя Амалика должно быть искоренено он тоже на самом деле не уверен в том что реально семя Амалика может быть искоренено этнически потому что как бы мы знаем ну правда это немножко более возможно я не буду сейчас даваться в хронологию вот потому что те кто обсуждает эту проблематику это тоже Танай но вот они обсуждают вопрос о том что с тех пор как Синхириб царь Ассирии завоевал Ближний Восток он перемешал все народы и вообще совершенно невозможно определить кто есть кто вот поэтому в чем-то можно сказать что тот процесс который дошел до некой точки экстремума в статьях книга Храва-Соловейчика одного из глав поколения последних поколений еврейского народа в 20 веке это процесс вполне закономерный то есть утверждение состоит в том что никакого этнического Амалека не существует а единственная характеристика по которой Амалек определяется это иррациональная тотальная ненависть к еврейскому народу и желание его уничтожить значит перефразируя другого писателя совсем другого русского писателя значит Александр Солженицын в своем романе в круге первом там у него главный персонаж Глеб Нержин обращается с вопросом к другому персонажу тоже довольно существенному дворнику Старидону и спрашивает у него вот я чувствую что ты хорошо понимаешь где зло а где добро вот как ты это определяешь он говорит это очень просто волкодав прав а людоед нет вот вся мудрость волкодав прав а людоед нет вот по этому принципу определяет сам Олег он он людоед и тот кто его уничтожает он волкодав значит надо давить давить и это уже не этнический признак конечно совершенно иное вот еще вопросы замечания можно я замечание хотя я слушаю очень интересно было действительно все детали параллели с восполнением того что не сделал в свое время царь Шауль и что как бы уничтожил вроде бы по книге всех потомков Амана а Медраж почему-то потом говорит нам а вот его потомки потом учили торобные браки то есть как бы из его потомки да он как бы не хочет у него совсем какая-то другая идея может вообще не связана она в принципе с самолетом а только с тем что из всего на свете может потом выразить что-то позитивное ну да тем не менее это как-то немножко заноза так непонятно все-таки Медраж должен как бы ощущать что это важно всех повесили да нет не всех еще кто-то остался ну я понимаю да я думаю что это такой Медраж в духе Равакука можно сказать что во всем можно истры святости обнаружить вот но во-первых да значит как бы совершенно не очевидно что все Медражи должны друг другу соответствовать да значит как бы да вот такой Медраж который гиперболизирует и говорит что когда бы вы знали из какого сора растут стихи не ведая стыда да как сказал поэт значит вот из такого сора вырастают великие мудрецы в Мнайбраке и такое может быть да как бы нам мудрецы говорят вот смотрите и так может быть не спешите осуждать не спешите говорить что значит из этого материала ничего не получится из всего ну понятно ну конечно у нее другая задача я понимаю тем не менее это как-то так сказать у меня всплыло больше чем не хотел сказать еще перед тем как мы перейдем к второй части коротенькой если можно я напомню то как я это понимаю я не знаю есть ли это где-то или нет или это вообще в ту степь в ту степь но я здесь вижу конечно такую сквозную мифологему значит там Олег конечно все это такие значит так я говорил что это специфическое устное творчество Израиля вот но начинается это гораздо раньше конечно это в Торе все находятся эти все элементы которые потом развиваются вот и я думаю что тут за этим кроется такой вот момент как то как Всевышний управляет миром и в частности евреями да вот то есть я напомню что история с Олегом произошла сразу же после того что они сначала были в Суккот а потом вышли из Суккот и на них на Памалек значит Суккот это как раз такой вот тоже своя рода мифологема когда человек чувствует себя безопасно и у него есть связь с Невышним но это уже не та связь которая была через Маше это какая-то другая связь непосредственно то есть он между Невыми землей и вот это Схах вот это живое все которое не пропускает солнце настолько чтобы она погубила человека а достаточно для того чтобы он мог видеть звезды вот и после этого нападает Амалек то есть Амалек я его так расшифровываю как Аммлилок душа то есть человек то есть народ как бы такой вот символический народ который вообще не знает святости а для евреев он символизирует именно вот почему говорится что вот не боялся Всевышнего то есть не боялся или не мог бояться от усталости или Амалек не боялся Всевышнего то есть то есть то есть это есть такой вот момент когда человек устает и действительно у него как бы ему это все как бы надоедает и он теряет связь с Всевышним это очень опасное состояние и здесь мы видим что как побеждает Амалек Баше садится на камень поддержит его с двух сторон значит Арон и как второго забыл забыл Хур да все они все связаны определенным образом с храмом то есть это некая связь теперь осуществляется через Мошин но уже не так как он приходит Всевышним получает и так же Всевышний уже не идет как бы вместе с народом когда вышло из Египта то есть постепенно постепенно после прямого вмешательства Всевышнего значит эта связь дистанцируется то есть все время Всевышний управляет уже он ждет когда в конце веков как бы каждый будет сам чувствовать и будет знать как ему поступать поскольку он будет наполнен знанием Всевышнего и вот этот процесс один из моментов когда Всевышний перестает как бы непосредственно вмешиваться и он ждет от народа значит определенных действий его руководителя определенных действий и веры и значит соответственно вот это вот этот момент который связан с Амалейком он как раз как бы то что он скрыт Всевышний с одной стороны с другой стороны тоже там уже не было когда была война с Амалейком в Торе не было непосредственно почему Всевышний собственно говоря оставил народ почему он не мог бы победить сам Амалейко то есть то есть это все имеет определенные намерения то есть поэтому я говорю что Тора это очень четкая система где все продумано а это в научном творчестве это все как бы варьируется разные такие вот комбинации которые зависят от какого-то злобы дня или просто какой-то писатель который берется все вплоть до но ближе всего по искусственному творчеству классическому приближается Тейлим давайте мы только Эмиль сейчас Тейлим не будем затрагивать хорошо спасибо большое спасибо большое Эмиль такая конечно интерпретация имеет полное право на существование я с вашего разрешения обращусь сейчас к двум книгам очень кратко всякий кто захочет сможет их прочесть они существуют и на русском языке переводы этих книг которые были созданы уже позже книги Эстер и книги эти были написаны одна из них несомненно на греческом языке вторая по поводу второй идут споры греческий язык является первоисточником или иврит или арамейский сейчас в это вдаваться не буду значит что это за книги одна книга это так называемая третья книга маковейская значит есть так называемый блок маковейских книг значит их четыре они были собраны вместе уже в постфактум третья маковейская книга совершенно не имеет никакого отношения к маковеям она была создана в конце второго начале первого века до новой эры что касается книги Юди второй книги то она была видимо тоже создана где-то примерно во втором веке до новой эры значит это примерно где-то как минимум через столетия в зависимости от того как датировать книгу Эстер ну как минимум через столетия после создания книги Эстер значит третья маковейская книга описывает чудесное спасение евреев от полного тотального уничтожения которое произошло в Толемеевском Египте во времена Толемея четвертого Филопатра и ситуация там крайне похожа сейчас у меня нет времени вдаваться в подробности но сама по себе ситуация крайне напоминает ситуацию книги Эстер там тоже над евреями нависает страшная опасность тотального уничтожения правда главным врагом является сам царь там есть непосредственные переклички с книгой Эстер и опять-таки абсолютно чудесное спасение вопреки всему книга Иудит опять-таки описывает некое спасение евреев от вражеского нашествия и во главе тот кто осуществляет собственно это спасение является женщина по имени Иудит которая которая удается победить врагов несмотря на то что шансов на успех почти нет никаких теперь перед тем как объяснить в чем в чем состоит диалог этих книг с книгой Эстер сейчас одну секундочку прошу прощения так вот для этого нужно прежде всего понять какие проблемы вызывала книга Эстер в сознании комментаторов помимо той на которую я уже указал так вот этих проблем как минимум две значит одна проблема состоит в том что действительно автор книги Эстер не упоминает бога и это в общем довольно скандальная если вдуматься довольно скандальная деталь как же так речь идет о спасении Израиля от смертельной опасности а бог не упомянут ни разу ни бог ни обращения к нему в каком-то таком довольно туманном контексте упоминаются деврейцом ответ за котом значит посты и вопли но тоже как-то так между делом в общем это проблема теперь другая проблема не менее острая состоит в том что главной героиней книги Эстер является женщина которая во-первых является женой царя-язычника а во-вторых добивается своих целей в общем в результате дворцовых интриг и уже опять-таки мудрецы чувствовали что есть как бы реальная проблема с этими они говорили о том что Эстер совершает то что называется так вот то что я хочу сейчас сказать буквально в нескольких словах это следующее что книги ну упомянутые третья макавейская книга и книга иудит являются своего рода ответами на две этих трудности что касается третьей макавейской книги то она прямо-таки изобилует обращениями к Богу молитвами и обращениями к Богу и подчеркивается все время божественное вмешательство происходящее там не нужно говорить то что говорят хазаль в ту ночь бежал сон от царя и мудрецы в медрашах задаются вопросом а не является ли эта фраза намеком на то что не только хашвирош не спал в ту ночь царь царей Акадош Баруху Всевышний не спал в ту ночь и строил свой замысел как посрамить Амана в третьей макавейской книге в этом нет нужды потому что все подчеркиваю построено на том что Бог напрямую вмешивается в происходящее и даже посылает своих ангелов чтобы остановить слонов которые должны растоптать евреев собранных на площади такой в общем мотив вызывающий в памяти не столь давние события и вот Бог посылает ангелов и все на этом прекращается кстати конец того установления праздника в конце там устанавливается праздник в честь этого великого события что касается книги Иудит опять же есть еще много просто сейчас нет времени вдаваться во все эти подробности есть очень много перекличек между третьей маковейской книгой и книгой Истер что касается книги Иудит то контраст между главной героиней этой книги и Истер бросается в глаза начиная с имени имя Истер имя не еврейское сегодня оно стало еврейским но вообще-то оно совершенно не еврейское оно иранское по происхождению вот у Истер на самом деле есть и еврейское имя Адаса но это имя практически не используется в книге она только упомянута вообще она Истер в то время как Иудит носит совершенно кошерное еврейское имя просто таки вопиющее еврейское имя символическое Иудит имя обозначает то что она еврейка и поэтому в отличие от Истер которая скрывает свое происхождение скрывает свое происхождение пусть это все на благо дела но Иудит в одноименной книге не только не скрывает свое происхождение когда попадает в стану рогов но наоборот это первое что она выдает она еврейка и она этим гордится теперь по поводу Истер нам ничего не известно как она живет в царском дворце она соблюдает какие-то еврейские законы субботу праздники ест кошерную еду автор книги Истер такое ощущение что это не беспокоит но уже более поздние поколения авторов были очень беспокоены этим и поэтому и в септуагенте появляется мотив с этим связанный и уже естественно в литературе мудрецов этим все изобилует Мардыхай приходит во дворец проведать Истера для чего не просто так а для того чтобы проверить что она оказавшись во дворце Ахашвироша продолжает соблюдать еврейские законы включая законы связанные с супружеской жизнью теперь по поводу иудит сказано прямым текстом что она ест исключительно еду которую она принесла с собой и уж разумеется калаферн который является вождем вражеского войска она не прикасается пальцем и ему не дает прикоснуться пальцем он вожделеет к ней но этим все и кончается и более того Эстер как бы как мы уже сказали путем интриг добивается падения Амана что делает иудит она опаивает алаферна и отрубает ему голову в лучших традициях библейской классической розы подобно тому как Давид отрубает голову Голиафу подобно тому как Яэль убивает сесру иудит воительница она собственно говоря идя во вражеский стан берет меч и молится Богу кстати тоже постоянные молитвы Богу в книге иудит молится Богу о том что чтобы тот вложил ей силы предка ее Шимона от которого она происходит того Шимона который вместе с Леви разбили перебили жителей Шхема в книге Берешит и заканчивается это все тоже довольно любопытно что делают Мурдыха и Эстер после того как Аман повержен они получают от царя имущество Амана себе при том что подчеркиваю во временно месте евреи не брали трофеи в книге иудит все ровным счетом наоборот трофеи берутся и в этом никто не видит ничего позорного наоборот враг повержен почему же не взять трофей но куда этот трофей отправляется во главе процесс идет иудит и отправляются все в Иерусалим с тем чтобы эти трофеи отдать в Иерусалимский храм отдать их Богу тому самому Богу который в книге Эстер не упомянут равно как и Иерусалим в книге Эстер ни разу не упомянут эта книга целиком и полностью диаспорная голубная в то время как книга иудит целиком и полностью вырастает из земли Израиля и я присоединяюсь к тем исследователям есть разные точки зрения на датировку книги иудит я убежден в том что книга иудит была создана более или менее в середине второго века до новой эры по следам маковейского восстания вот и я как бы закончу это свое рассуждение закончу свое рассуждение отрывком из одной из своих статей которые как бы ну вот таким вот выводом звучит так в результате нашего сопоставительного анализа мы убедились в том что на пути канонизации книгу Эстер подстерегали немалые препятствия в глаза некоторых более поздних авторах она представлялась весьма проблематичным произведением и они пытались исправить ее отрицательная характеристика Эстер появляющаяся в Талмуде или теологические добавления книги в первых переводах не более чем верхушка айсберга интертекстуальный анализ сравнения книги Эстер вот с этими двумя произведениями помогает нам выявить полемику с книгой Эстер развернувшуюся в еврейской литературе и ленистической эпохи если бы только авторы третьей книги Маковейской и книги иудит знали что несмотря на все их старания безбожная в кавычках книга Эстер станет частью канона а их благочестивые произведения будут по разным причинам отвергнуты еврейские традиции ибо эти книги стали отреченными внешними книгами то что называется сфарим хицуниим по разным причинам поистине вышло наоборот выражаясь словами книги Эстер ну вот собственно говоря я то что хотел сказать вкратце изложил еще несколько минут на вопросы и замечания по поводу этой второй части маленькое маленькое добавление все таки книги встречается слово Иерусалим когда говорится что Мордехай был верно верно но тоже это верно но тоже заметь только в контексте изгнания да он был тот который был изгнан из Иерусалима сам Иерусалим дальше в перспективе я согласна мы могли бы ожидать мы могли бы ожидать что все взоры будут устремлены в Иерусалим что все хотим вернуться в Иерусалим что об этом ничего такого нет предел мечтаний это вполне понятно спасение от беды и то что Мордехай становится премьер-министром при Ахашвироше вышибив Аман это как бы тот потолок о независимости о возвращении в Израиль и создании своего независимого государства там речи не идет книги Истер но это уже опять же отдельный вопрос если можно одно маленькое замечание даже как бы такой вопрос я не и ожидаю что у него есть какой-то однозначный ответ ну как бы некоторые Симан Шейла насколько как я мог понять наше занятие сегодня по большей части было посвящено понять почему образ Амана он стал настолько символическим то есть как бы ну прямому смыслу не очевидно я хочу сказать банально современного человека не очевидно да с другой стороны образ настоящего настоящего злодея который есть как настоящий злодей Гитлера Махшмо да проклятое его имя это образ как бы еврейский и всемирный и вот этот вот вот этот вот расход ну можно сказать вот опять этот расход то есть мы как религиозные мы упираемся упираемся соблюдаем блюдем смотреть как угодно как бы вещь пытаясь в каком-то смысле себе доказать и понять а почему все-таки Аман так был с другой стороны как бы общество не религиозное оно яд вашем церемонии все что угодно становится со страшной силой как можно действительно память о том что сделал как бы Гитлер да понимаешь и вот этот вот расход он мне я не хочу сказать мучителен но он как бы это Симан Шейла понимаешь почему это увековечивается память я тебе скажу в грубой форме слиха да почему мы делаем такие усилия для того чтобы пытаться понять почему образ символа Амалека он настолько что мы каждый год говорим Захар Машасадаха Амалека понимаешь а вот то что образ который реальный живой чудовищный который не символ а это это как бы ну я ведь не говорю слово настоящий настоящий символ злодейства понимаешь да он уходит из-под радара религия ну почему уходит он же не уходит на самом деле как бы он вот я как раз говорил о том что Раф Соловейчик писал об этом это как бы не совсем уходит наоборот я думаю что в чем-то они как раз соединились что именно именно появление таких людей как Гитлер они оно значит как бы вдруг неожиданным образом наполнило эту мифологему связанную с Амалеком и Аманом чудовищным реалистическим реалистичным содержанием потому что в конце концов все что было до этого было ужасно страшно да можно сколько угодно вспомнить вещей там например Хмельничину мало чего погромов хватало начиная с эллинистического Египта и дальше но все-таки вот такой тотальный абсолютно тотальный цель не ставился и вдруг эти два конца соединились вдруг то что произносилось как некоторое ну не то чтобы ляавдель мантра да значит вот захор это шарас алиха амалек но при этом это как бы полной полной адекватной связи с реальностью не имело вдруг это получило такую к сожалению это получило такую адекватную связь и поэтому я как раз думаю что здесь нет расхождения а наоборот произошло ужасное схождение это поэтому-то я и сказал что из всех книг Танаха наверное книга Истер самая пророческая вот я по крайней мере так это вижу окей кроме того я бы напомнил что Истер над Эхманом был вперед Пурима и он еще успел заметить перед смертью что это какой-то Пурим шпиль вот и Сталин умер фактически в то же время примерно да когда вот был Пурим кроме можно добавить к этому еще и третий момент когда вешали нацистских преступников по-моему уж не помню кто из них шпиль или кто-то другой когда его вешали воскликнул Пурим Пурим это не Эхман сказал это нет по поводу по поводу Нюрнбергского процесса я не помню честно говоря когда именно в каком месяце казнили Эхмана но что касается казни нацистских преступников то там точно это точно действительно происходило в этот момент и один из них по-моему я бы только на 100% не уверен кто из них по-моему шпиер но не помню вот он воскликнул что это Пурим да но я хотел сказать другое в общем-то может быть даже это чем-то противоречит потому что я сейчас сказал я думаю что по сравнению с маковеями Пурим то есть Пурим это больше как бы война внутренняя то есть то что сказано помни не забудьте стереть имя Малейкость Поднебесная то есть это символ того что человек должен в себе уничтожить всякое сомнение в существовании Всевышнего и всякой попытку не полагаться на Всевышнего на кого-то другого или как-то изменить вот а вот эти внешние войны они действительно там начинаются Всевышний там молятся я напомню что Эстер фактически ее сила силу которую она обрела она обрела с помощью значит поста да пост Эстер довольно длинный пост как бы три дня не есть не пить и все такое вот и это как бы поэтому это все как бы более внутренняя работа несмотря на то что она как бы проявляется и внешне тоже а вот то что с Юдит и других случаях когда ведется открытая война допустим или и так далее и когда вмешиваются женщины даже вот тут как бы это все и я думаю что женщины они как бы более непосредственные в каком-то смысле то есть в своей борьбе да то есть нет каких-то таких более решительных может быть в каком-то смысле вот но я думаю что в Пуре это имеется ввиду именно внутренняя борьба которая в каждом и в каждом то есть поэтому заповедь касается каждого еврея фактически а не какого-то царя или какого-то войска и то что произошло с Шаулем тут как бы подчеркивается именно то что он внутренне не был приспособлен он не был как бы готов стать царем именно этим экспериментом или этим испытанием показывается что Шау хотя он отличается от Давида но это другая порода он не приспособлен быть царем и поэтому у него как бы тоже у него происходит этот прокол как бы именно в борьбе самолей в общем такая идея я понял Эмиль спасибо пока вы говорили я заодно проверил значит сказал это Юлиус Штрейхер тот самый который выпускал газету штурмовик Держштурмер и он хотя это происходило не в Пурим казнь это сама значит но при этом когда его казнили то во время казни встав под петлей он крикнул Пуримфест вот это такая вот любопытная деталь да значит видимо это помимо прочего было связано с тем что значит сколько их было которых казнили не только это просто и ворот то есть они охотили за евреями а евреи их было на самом деле их было 10 их было как раз 10 человек которые реально которых реально повесили вот и это как раз как 10 сыновей Амана то есть это то что Штрейхер ну вот собственно говоря будем надеяться будем как бы хочется закончить наше занятие чем-то более таким оптимистичным и вот я Александр написал что Эхман был казнен ночью с 31 мая на 1 июня вот значит хочется надеяться на то что зло все-таки рано или поздно наказывается и будет наказано и в том числе то ужасное зло свидетелями которого мы являемся сегодня и пусть оно не направлено на на евреев непосредственно хотя евреи тоже естественно от этого страдают вот но в данном случае как бы включается общечеловеческая эмпатия к невинным жертвам и хочется действительно надеяться что это чудовище будет тоже повержено спасибо за внимание окей амин спасибо будем 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 надеяться что все перевернется в лучшую сторону всем счастливого пока у нас мартовский тоже хороший приближается спасибо спасибо спасибо